Шри Чайтанья Дев и биографии Вайшнаов Хумаюн Аджад Господь Чайтанья Дев сам на бенгальском языке не написал ни одной строчки, и все-таки он является одной из ключевых фигур в истории бенгальской литературы. Его влияние на нашу литературу поистине безмерно. Ему удалось активировать необыкновенно мощные глубинные процессы, полностью изменившие ход исторического развития средневековой Бенгалии и всю систему духовных ценностей и мировосприятия бенгальского народа, и, соответственно, его влияние на бенгальскую литературу вообще невозможно оценить. В средние века бенгальское общество было очень замкнутым и консервативным, но Чайтанья Дев привнес в его жизнь мощную струю чистого, свежего воздуха. Начав повсеместную проповедь религии и любви, того, что мы сейчас называем Вайшнава-Дхармой. Как следствие, люди начали осознавать истинную ценность человеческой жизни, или, как очень хорошо сказал один средневековый поэт, Человеческая форма жизни – высочайшее обретение для души, и выше этого в мире нет ничего, поскольку только через человеческую форму душа может перейти в высшую, истинную и необыкновенно прекрасную реальность. Господу Чайтанья удалось пробудить все бенгальское общество, в корне изменив его жизнь. Это, конечно же, не могло не отразиться на ходе развития бенгальской литературы. Чайтанья Дев был воплощением божественной любви. Вот какие прекрасные слова сказал о нем доктор Динеша Чондра Сен. Божественная любовь только один раз не зашла на землю, и эта земля была бенгалией. Как же прекрасны и истинные эти слова! Господь Чайтанья Дев родился в 1486 году в Новодвипе. Отца его звали Джаганадхи Мишра, а мать – Шачи Деви. Самому же Господу Чайтанья люди из любви давали очень много разных имен. При рождении ему дали имя Вишвамбара, хранитель вселенной. Но потом его еще стали называть Нимаем, рожденный под деревом Ним. Тело Господа Чайтаньи было нежно-золотого цвета, поэтому его еще называли Гауранга или сокращенно Гаура – золотистый. В детстве Господь Чайтанья был очень шаловливым, но необыкновенно способным ребенком. Проявив незаурядные способности в изучении различных наук, в юности Господь Чайтанья сам становится очень известным ученым. Он открывает свою собственную школу, где начинает преподавать грамматику многочисленным ученикам. Но продолжалось это довольно недолго. Только до того момента, как он отправился в город под названием Гая. Здесь он встретил Шрилу Ишвара Пури и получил от него посвящение. Немного позже его главным именем станет Шри Чайтанья. Всю свою жизнь он занимался распространением любви к Богу, проводя свои дни в совместном с другими преданными, в воспевании святых имен или в изучении шримад-багаватам. Шри Чайтанья был постоянно погружен в Кришна-прему – любовь к Богу, отдавая всего себя идее распространения божественной любви. Постепенно к его движению присоединялось все больше и больше людей, и все они сразу же начинали сходить с ума от любви к Кришне. Шри Чайтанья говорил, что истинной целью человеческой жизни является обретение любви к Верховному Господу. И самое революционное в его движении – он не делал никаких различий между людьми, заявляя о равенстве их всех. Идея весьма необычная для средневековой Бенгалии. В то время в бенгальском обществе существовало очень жесткое разделение его членов, и многим бенгальцам просто не позволялось заниматься религией. Но Шри Чайтанья говорил так. Низший высшим станет вмиг, поклоняясь Кришне. Эта идея сразу же придала необыкновенную значимость человеческой жизни. Жизнь Шри Чайтанья была довольно короткой. В 1533 году, в возрасте 48 лет, находясь в Жиганадхе Пуре, он оставил этот мир. О его уходе рассказывают очень много необыкновенных историй. Одни говорят, что он, находясь в Пуре-Дхаме, вдруг ощутил прилив такой сильной любви к Господу Кришне, что, глядя на темно-синие воды океана, он начал усиленно думать о своем возлюбленном Господе и сразу же, в припадке безумия, прыгнул в эти воды и утонул. Другие утверждают, что Шри Чайтанья во время Радха-Ятры, праздника колесниц, пел и танцевал перед Господом Джиганатом, и тут, не выдержав накала своих внутренних любовных переживаний, внезапно расстался со своей жизнью. Но, как бы там ни было, влияние Шри Чайтанья на жизнь бенгальского общества и на ход развития бенгальской литературы оказалось поистине безграничным. Все его деяния и поступки были отражены в весьма обширном наследии средневековой вайшнавской литературы. В это наследие входят сборники лирических стихотворений, философские трактаты и жизнеописания различных вайшнавов и, в первую очередь, самого Господа Шри Кришны Чайтанья Маха Прабху. О сборниках лирических стихов мы говорили в предыдущих главах. Жизнеописания вайшнавов обладают особой ценностью, резко выделяясь среди остальных произведений средневековой литературы. Главная причина состоит в том, что большинство средневековых поэм было написано ради прославления какого-нибудь второстепенного божества, тогда как в вайшнавских произведениях главное место занимает сам Верховный Господь или его великие преданные. Такова главная особенность жизнеописаний великих вайшнавских святых. Почти сразу же после остановления Господом Чайтаней этой планеты о его жизни были написаны две книги на санскрите. Первая биография на бенгальском языке называлась Чайтанья Бхагавата. Ее автор – Шрила Вриндавандаст Хакур. Приблизительное время создания этой книги, пятнадцатилетний период после ухода Шри Кришны Чайтани Махапрабху, Вриндавандаст написал эту книгу по личному указанию Господа Нитянанды. Все изложенные им истории он услышал из уст многочисленных близких спутников Шри Чайтанья. Ему просто оставалось облечь эти воспоминания в форму великолепной поэзии. История создания этой книги поистине удивительна. Но сейчас у нас нет времени подробно говорить об этом. Книга получилась очень большого объема. После появления Чайтанья Бхагаваты Вриндауна Даса Тхакура была написана еще одна биография Господа Чайтанья. Ее автор – Лачана Дас. Книга называется «Чайтанья Мангал». По сравнению с Чайтанья Бхагаватой, ее объем является довольно небольшим. Но самый известный из биографий Господа Чайтанья называется «Шри Чайтанья Чаритамрита». Написал ее Шрила Кришнадас Кавирадж. В этой книге нашли свое отражение не только с жизнедеяния Господа Шри Кришны Чайтанья Махапрабху, но и его философия, причем язык этого произведения поистине удивителен. Особую известность этой поэме принесло представленное на ее страницах Кришнадасом Кавираджем «Великолепное изложение философии вайшнавизма». Книга написана необыкновенно сладостным, легким и обворожительным языком, причем даже сложные философские вещи излагаются этим поэтам с потрясающей легкостью и простотой. Кришнадас Кавирадж для этих целей использует очень красивые сравнения. Ниже я приведу вам один отрывок из поэмы, в котором говорится об истинной природе взаимоотношений Радхи и Кришны. Мускус от амбре и пламя от его тепла Никакая сила в мире отделить бы не смогла, Так и Радха с Кришной суть одна у них, Но вот, формы две они являют, Сладость игр их влечет. Поэт Кришнадас Кавирадж был преданным Бога. Он родился недалеко от города, Который сейчас называется Котой. Просто удивительно, С каким смирением он говорит о себе в своих стихах. Вот, послушайте. Я ничтожен, словно зяблик, Когда хочет он океан нектара выпить, Как же он смешон! Только каплей я коснулся игр этих но, И из этого понять нам многое дано, О, читание, как прекрасны игры твои все, Здесь лишь капелька предстала, И их во всей красе. Я пишу, слова такие в корне неверны. Я марионетка, вот что вы понять должны. Немного позже появилась книга Джайананда Чайтания Мангал. Но кроме биографии Господа Чайтании, До нас дошло несколько книг, Посвященных его очень близким слугам. Одним из них был Адвайта Ачарья. Лаудия Кришнадас Рассказал о его детстве В написанной на санскрите книге Балия Лила Сутра. Через некоторое время Поэт Шиемананда Перевел эту книгу на бенгальский язык, И она вышла в свет под названием Адвайта Татва Истина о Господе Адвайте. О Господе Адвайте Было написано еще несколько книг, Которые назывались Адвайта Пракаш. Но круг книг, Повествующих о жизни Господа Адвайты, Этим не ограничивается. В это время Было также написано Несколько биографий его жены Сита Деви. Например, Одна из посвященных Этой замечательной женщине книг Называется Сита Гуна Кадамба. Ее автор Вишну Дас Ачария. Еще одну биографию Сита Деви Написал Лаканадх Дас. Книга называется Сита Чарита. Все эти книги Были написаны В 16 веке. В 17 век Ознаменовался появлением Книг, Повествующих о жизни И деяниях Других личностей. Так, Если в 16 веке Главными героями Биографических Произведений Были Господь Читания, Адвайта Ачария И его жена, То в 17 веке Все биографические Книги Начинают Рассказывать О Шриневасе И Наратаме Даси Дхакуре. Среди всех Этих книг Особо Хотелось бы Отметить Книгу Нитянанда Даса, Которая Называется Према Вилас. Поэт Гуру Чарану Дас Описал Жизнь Шриневаса И его сыновей В книге Под названием Премамрита Нектар Любви Продолжение следует...